Серега Лазарев, знаешь, поеду эту песню Lucky Lucky Stranger, бля. Итак, у нас получились довольно интересные образцы. Можете посмотреть всю фактуру, как она переливается. Этот образец у нас для стены, этот для пола. Самое главное, что популяция крокодилов сохранена. Никто не пострадал? Ни один крокодил не пострадал. Все довольны? Да. Больше всех довольны крокодилы. Они раньше правили миром, если что. Они пережили даже динозавров. Так что сохраняйте популяцию крокодилов, как это делаем мы. Ссылочка на материал в описании. Телефончик также там будет. Так что до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. С вами был Lucky Stranger. С вами был Lucky Stranger. До новых встреч. Итак, у нас на образец уже нанесена грунтовка изофлекс. И наш микробетон мы сколеровали черным колером по формуле 150 миллилитров на 28 килограмм готовой смеси. Теперь наносим довольно-таки толстым слоем. Вот образом. Что у тебя расход на метр квадратный идет? 2 килограмма где-то примерно. А на объеме это будет выглядеть как? То есть ты будешь небольшими порциями наносить материал на... На объеме получается квадратами закрываем, наносим квадрат, прокатываем, прокатываем валиками. И потом следующий квадрат пристыковываем, опять прокатываем. Потому что если сразу на всю стену нанести, или там на какой-то большой участок стены... Ну мы же сейчас говорим, мы делаем образец для пола. Ну если на пол тоже, если на большой участок пола вы наносите то же самое. Получится, материал может подсохнуть, и уже потом фактуру будет не задать. Да, для этого мы наносим на поверхность небольшими фрагментами, чтобы сам микробетон не успевал подсохнуть. Чтобы мы еще успели дополнительно задать необходимую фактуру. Фактуру под кожу крокодила. Все закрываем, чтобы у нас не было пробелов. На образец ты намазываешь толщину примерно как черную икру на хлеб, да? Угу. Если бы я так намазал черную икру на хлеб. Вы бы, наверное, меня сейчас не увидели. В кадр бы не поместился, да? Как шоколадную пасту на булку. Слой примерно чуть меньше сантиметра, наверное. Ну, наверное, полсантиметра тут есть. Ну да. Да можно и тоньше, наверное, только все зависит от фактуры нужной. Да, можно фактуру поменьше сделать, так и тоньше слой нанести. Мы сделаем фактуру более глубокую. Потом будем ее подшкуривать. Слушай, а расскажи о времени жизни раствора. Сколько у тебя есть по времени? Ты как-то ограничен? Ну, если мы замешиваем сразу всю порцию, 28 килограмм готовой смеси у нас получается. Микробетона. Микробетона, да. Это вместе с отвердителем и с водой. И он живет примерно 8 часов. Ну и... Если его регулярно еще подмешивать. Да. Ну и как бы если вы все по формуле замешиваете, получается, нужно будет немножко подождать. Чтобы у нас раствор немножко подстал, потому что, когда вы замешаете, он будет очень жидкий. Это ты валики подготавливаешь к нанесению. Да, валики обязательно мочим и стряхиваем. Чтобы на них слишком много воды не оставалось. Но они должны быть мокрыми. Это нужно для того, чтобы материал не цеплялся к резине валика. Чтобы залипание не произвели. Ну и будем периодически их мыть. Потому что после одной прокатки материал попадает в эти ячейки и уже начинает цеплять у нас последующий материал. Получается, ты будешь делать не более одного оборота. Ну да, примерно один оборот, может чуть больше. Вот таким вот образом. Так же направление ты меняешь постоянно. Да, и мы... А два валика у тебя для того, чтобы разнообразить фактуру? Да, они разные фактуры. Вот здесь более мелкая, а здесь более крупная. Вот таким вот образом. Вот уже я направление поменял. Этим валиком прокатываю. Ничего сложного нет. Это как в детстве формочки, да? Ну да. Если что-то похожее... Выдавливаешь, то же самое примерно. Мусеника сполоснули. Стряхнули воду. И вот здесь у нас была такая фактура. Мы теперь вот в эту сторону прокатываем. Вот видите, я воды. Мало стряхнул. Надо поинтенсивнее стряхивать. Самое главное, чтобы он был просто влажным. Лишняя вода нам не нужна. Так здесь сделаем. Слушай, может с шпателем немного убрать вот эти излишки? А я думаю, они сейчас у нас уйдут. Преобразятся в фактуру. Потом мы там подкорректируем в процессе еще. Еще в чем плюс. Слой большой. И как бы он нам дает время для работы. Он не так быстро встает. Как если бы мы наносили на сдир микробетоном. Он быстро засыхает. А вот эти легкие наплывы, они при вышкуривании удалятся, да, потом? Правильно я понимаю? Ну да. В общем, миксую между собой фактуры, чтобы они не повторялись. Тут самое главное, убрать излишки материала потом из ячеек, чтобы он не цеплял. Так, места, где у нас пробелы, просто вот, например, в середине я беру и вот так вот прокатываю фрагмент. Вот здесь у нас, например, немножко кривовато получилось, тоже прислоняем и туда-обратно прокатали, все. Так, то есть способ нанесения нам позволяет вносить легкие корректировки, да? Да, если где-то что-то вам не понравилось, там какая-то рваная фактура получилась, взяли, намазали материал на кельму или этот материал, который у вас не получился, тут немножко подразмазали и тыкаете валик, вот, например, в этом месте, хоп-хоп, туда-обратно провели, все, у вас фактура получилась уже. Это все можно корректировать по ходу дела. Вот такая вот интересная фактура получается. И прочее. Дальше мы ее сушим, получается, и будем приступать к этапу вышкуривания и впоследствии раскрашивать ее. Да, мы еще будем, раскрасим, сейчас все покажем, сейчас будем сушить. Так, мы переместились на склад, сейчас будем шкурить, чтобы у нас в зале там не пылить, вот такая фактура у нас получилась после высыхания. Достаточно грубая, и мы сейчас сошкурим. Сейчас наша задача сошкурить все вот эти неровности, для этого мы взяли шкурку сотую и будем машинкой шкурить. Машинка у нас для того, чтобы она сошкуривала все верхушки равномерно. Вручную так не сошкурить, тем более материал достаточно прочный, и вручную просто можно не осилить такой большой объем. На образце-то да, можно, а на объеме это будет очень долго. Что, поехали? Давай шкурим. Да, мы сняли все неровности. Вот такая достаточно глубокая фактура у нас получилась. И образилась, в общем. Да, сейчас еще. Вся фактура. Шлифанем это сверху 180 губкой абразивной. Я не знаю, что есть можно. Ну, так чуть-чуть можно пройти, чтобы был поглажен. Хотя, ну так, на самом деле сотка тоже зашлифовала его достаточно гладко. Давай его высоко выпракнем и приступим к следующей операции. Давай. Итак, наша фактура высохла, мы его подшкурили. Сейчас будем наносить лак мультидекор. Это лак с эффектом золота. Данный образец у нас, он для стен вариант. У нас еще имеется второй вариант, мы его позже сделаем. Там будет вариант для пола. Итак, наносим при помощи кисточки или при помощи губки. Мы будем сейчас наносить при помощи губки. Макаем губку в лак. И растираем, заполняя все. Впадины. Ускорить процесс прям побольше берем, потом лишнее разотрем. При нанесении лака на такую фактуру никаких стыков, в принципе, быть не может, да? Ну да, здесь фактура, она все скрадывает. В этом плане, не следов даже если валиком накатывать лак. Очень сложно оставить какие-то следы на такой фактуре. Как раз как поры забивания, мне кажется, здесь проще. Ну ладно, мы уже начали губкой, так осталось чуть-чуть. Как раз у нас вот верхушки становятся такими протертыми. Эффект со старинности такой приобретает наш образец. Но даже вот при нанесении губкой, мне кажется, расход тут немаленький, лака идет. Да, за счет того, что он забивается туда во все впадины. Потом просто другой стороной губки снимаем лишний. Лак. В принципе, готово уже. Сейчас подсушим. Ну вот, можно подтереть его побольше местами, чтобы было побольше протертостей. Вот эти протертости появляются за счет того, что мы здесь больше прошкурили машинкой в этих местах. Он более заглинцевался. Вот они у нас проявляются. Я не сказал бы, что это плохо. Наоборот, эффект неравномерного состаривания. Чтобы побольше где-то протереть, можно даже губку немножко намочить. Можно в конце, когда уже лак будет подсыхать, размыть его немного. Сделать немного верхушек. Сделать, да, переходы такие. Или сейчас он подсохнет, можно вторым слоем. По вот этим вот слишком вымытым местам пройтись. Или перекрыть, да, где-то, если вам кажется, что надо больше подзакрыть. Подсох немножко, перекрыть потом. Что, подсушим его немного? Да, давай подсушим его и приступим к нанесению следующего образца. Так, наш лак уже почти подсох. Мы решили добавить дополнительного эффекта. Сколировали мультидекор в зеленую ель на глаз. Вот такой насыщенный цвет у нас получился. И сейчас добавим его местами. Решили разнообразить нашу фактуру. Немного игры придать. Потом у нас получился слишком монотонный. Да побольше добавляй сразу. И по верхушкам, да. А можно все верхушки пройтись. А можно верхушками, да, а где-то и в углублениях даже зацепить. Да нет, лучше его углубления не цепляй. Просто по верхушкам пройдись, будет интересный эффект. У нас получится, все внутренности будут покрыты золотом. А верхушки зеленцой отливать. Губку вырабатываем побольше, чтобы на ней не было много материала. И по верхушкам вот так проходим, без давления. Ну, тут где протертые участки, там, в принципе, будет поинтенсивнее нанесено. Ничего страшного. Ну что, сушим этот вариант и приступаем к нанесению второго варианта, который для пола. Да, сейчас будем делать второй вариант для пола. Этот вариант мы делали для стен. А сейчас покажем, как будет выглядеть второй вариант. Разница у них только будет в раскраске. Фактура идентичная. Смотрится отлично. Итак, делаем второй вариант. Это вариант у нас для пола. Мы также его прошкурили. Всю лишнюю пыль смахнули. И будем наносить вилотуру фонду. Мы заколеровали ее 2 мл черной, 0,5 мл красно-коричневой на 200 грамм. Наносим ее следующим образом. Макаем валик. Вырабатываем его. И по верхушкам проходим без сильного нажатия. Наша цель, чтобы внутренние все впадины оставались в базовом цвете. А верхушки мы выделим более светлыми тонами. Это весь рисунок наш подчеркнет. Пока материал сырой, кажется, что одного цвета. Ну да, он потом подсохнет. Будет светлее. И лак потом выделит нашу базу. И подчеркнет весь наш рисунок. Все готово. Можно сушить и наносить лак. Итак, наша поверхность высохла. Приступаем к нанесению лака. Лак у нас бетон фикс. Эта поверхность у нас для пола. Поэтому лака берем побольше. Потом уже будем его раскатывать равномерным слоем. Получается, что все верхушки, которые мы прошли с велатурой, они остаются светлыми, а внутренности все темнеют. Да, это всегда выигрышный вариант. Смотрится. Очень интересно смотрится. Подчеркивает всю фактуру. Но расход лака тоже немаленький. Ну да, так как это пол, нам нужен хороший слой, чтобы защитить нашу поверхность. А пришел так сработать грязь сразу по шмаку. Да, это можно, кстати, образец вместо коврика под дверью постелить. Он как раз такой рельефный. Подошку нормально очистить. Или ложиться на него и чесать. Массажер. Домашний массажер. Будем сушить. Потом покажем, что у нас получилось по итогу. У нас получились довольно интересные образцы. Можете посмотреть всю фактуру, как она переливается. Этот образец у нас для стены, этот для пола. Самое главное, что популяция крокодилов сохранена. Никто не пострадал? Ни один крокодил не пострадал. Все довольны? Да. Больше всех довольны крокодилы. Они раньше правили миром, если что. Они пережили даже динозавров. Так что сохраняйте популяцию крокодилов, как это делаем мы. Ссылочка на материал в описании. Телефончик также там будет. Так что до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. С вами был Лаки Стрэнджер. До новых встреч. Продолжение следует...